Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Сергей Борячук. Сергей, добрый день! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Отдельный привет Михаилу! Что интересного на рынке? На что посоветуете обратить внимание? Пришел определенным выводом на выходных по поводу работы с криптом внутри дня на счетах контрактов на разницу, в том числе на наших счетах. Об этом немножечко поговорим, когда будем говорить о крипте. Продолжаю удерживать короткую позицию по лене. Считаю, что надо покупать, а не продавать евро. Это в контексте сегодняшнего опроса. Я тоже проголосовал. Что еще? Ну, в общем, понедельник есть понедельник. Каких-то интенсивных решений для принятия прямо сейчас такого решения нет. Удерживаем лену, смотрим активненько на биток. Ну, а дальше по ходу, кто внутри дня торгует, кто на часах, кто на четырех. Что-то может появиться, что-то нет. Ну, в общем, обычный рабочий понедельник без каких-либо резких движений. Повторюсь, у меня пока открытые на сегодняшний, на текущий момент две позиции. По них и поговорим. Более подробно. Понял вас. Спасибо. Все, ждем ваш торговый экран. Готовы. Так. И сегодня мне пришла, я услышал, кто-то подсказал, был у вас интересную мысль, что на время рассказа, наверное, можно выключать камеру. Есть ли в этом смысл? Слезообразно или нет? Как вы считаете? Есть, есть. Можно. Тогда на экране будет шире у всех и будет лучше видно. Это вот как-то так. Да, да, да. Абсолютно верно. Сейчас я тоже выключаю себя. И вот теперь на весь экран все все видит. Вот. Ну что же, в таком... В конце мы вернемся. В конце мы вернемся. Конечно. Вам слово. Видим хорошо. Итак, сегодня второй день. Вернее, вторая наша встреча, когда я начинаю с индекса доллара, а не с евро. Ну, к хорошему привыкаешь, и я даже свой рабочий стол на своем рабочем месте перенаспровожу таким образом. Итак, как мы видим, ну, во-первых, да, исходя из общей логики, актив продолжает находиться в нисходящей тенденции. Более того, на текущий момент мы обновили минимум. И если глянуть немножечко на историю, это где-то порядка. А минимум дальше чуть-чуть больше. То есть, да, тут 27-я, 26-я свеча сегодняшнего дня ниже, чем сегодняшний минимум. О чем это говорит? О том, что мы все-таки продолжаем двигаться индексом доллара вниз. Мы находимся ниже глобальной скользящей средней. Однако некое фокус обнимания требует наши сигналы индикатора и шуму. А именно, обрите внимание, облако достаточно интенсивно начало сокращать свою высоту, что говорит о возможном переходе в афферт. То есть, другими словами, мы достаточно длительное время движемся в диапазоне, и размах, который раньше отслеживала Сенкову Спанбе, начал сокращаться. Ну, это логично, да, 26 лет назад был минимум, и теперь вот мы его начали терять. Максимум у нас остается все тоже, а минимум начал, чуточку подтянулся, что и привело к сужению самого диапазона. Это понятно. А пока еще каких-либо тревожных решений нет, но, или значений, но необходимо чуточку напряжься. Так, я чуточку подправлю, чтобы было виднее. Итак, идем дальше. Очень интересный момент, обратите внимание, мы здесь получили интересный торговый сигнал. Это мертвый крест на решении рынка, казалось бы, в момент принятия, я увеличил, в момент принятия решения, а это по закрытию вот этой вот зеленой или растущей свечи, вот после ее закрытия возник этот сигнал. С формальной точки зрения это был правильный, естественный сигнал. То есть у нас получилось, что быстрая линия тренда или линия краткосрочного тренда пересекла линию среднесрочного тренда. При этом и линии все, и цена была ниже самого облака, что явно говорило о том, что цена движется вниз. Что же произошло дальше? Посмотрите, достаточно адресивно цены разбежались в разные стороны. И получается, что среднесрочное линия показывает о том, что тренд как бы растет вверх. То есть он краткосрочное говорит о том, что мы движемся вниз. А ситуация напоминает техническое пересечение, если бы это произошло, ну, само пересечение произошло бы две свечи назад. Мы бы это назвали техническим пересечением и не говорили бы о том, что и как. Но, посмотрите, по закрытию вот этой свечи у нас был мертвый крест на его основании. Ну, под облаком, возможно, не совсем правильно использовать тайное основание. Под облаком. И на этот момент у нас был Чинков под облаком или в цене. В то же время следующая свеча, закрытие вот этой вот следующей пятничной свечи создало нам ситуацию трех линий. Парада линий, как вы называете, торговый сигнал направления. Облаком под ним Киджун, под Киджун Тенкан, под Тенкан цена. То есть это был сильнейший короткий сигнал с моей точки зрения. И было бы правильно, если бы, например, я торговал индекс доллара, поставить под минимум открывающий ордер. Да, а мотивируя его тем, что произошел отбой от линии Киджун. Но поскольку у меня нет практики торговая, именно индекс я его использую только для изучения, то просто на текущий момент у меня есть некий фокус внимания из-за того, что картинка среднесрочная вошла в противофазу краткосрочной и долгосрочной. Плюс все же основная масса, а это Чинкову, линия тренда, двухсотая, облако, Синкову, Спанбе. То есть вся гамма, вся гамма, кроме чистого среднесрока, говорит, что цена скорее движется вниз. И эта вот ситуация, скорее всего, будет исправлена по направлению, когда мы пройдем вот этот вот максимум. Другими словами, все же я считаю, что индикатор, индекс доллара, извините, скорее направлен вниз, чем вверх, но я, поскольку не имею практики отрековать, не буду комментировать в дальнейшем. Просто будем использовать, я считаю, что индекс доллара движется вниз. Исходя из этого, мы переходим на наличности, такие как евро, фунт, австралиец, новозеландец и иена, что для меня особенно достаточно важно. И, соответственно, исходя из логики пар, можно утверждать, что если, например, в еврозоне не случается ничего сверхпессимистического, то актив евро-доллар скорее должен двигаться вверх, чем вверх. Собственно говоря, именно такую картину по большому счету мы и наблюдаем. Посмотрите, евро-доллар на сегодняшний день прорвал уровень предыдущего максимума, локального максимума вот этого уровня. Сейчас тестирует линию тренда, который в точке, в уровне, который перед этим ее тестировал. Сейчас мы наблюдаем последовательный тест, последовательный тест уровня, как после первого уровня, после прорыва линии тренда. Дальше. На текущий момент у нас облако формально говорит о том, что тренд направлен вверх, но сокращает свою амплитуду. О чем это говорит? Мы вошли раньше, вот в эту вот область, вот эта область, вот эта вот область является скорее флетовым участком и прорыв ее вверх и даст нам дополнительный сигнал для длинных сделок. Что нам эта конкретная ситуация дает? На текущий момент цели у нас определены, мы уже их сопровождаем, наблюдаем достаточно в одном. Дальше. У нас получается глобально такой вот большой прямоугольник, если цена прорвет максимум рынка, там уже цель тоже определена. Может быть, надо будет ее уточнить. Вот у нас есть минимум, вот есть минимум. То есть цена подойдет ближе, будем уточнять. То есть на текущий момент, скорее всего, если мы увидим тест облака с ретестом прорыва линии тренда, можно будет искать длинный сигнал, скажем так. То есть евро, с моей точки зрения, опять переходит в разряд активов, которые необходимо наблюдать с точки зрения получения длинного торгового сигнала на длинном тренде. Сейчас я не готов говорить, что он будет сегодня-завтра. Напомню, как летел вверх канадец. Объективных причин для такого нет, но я имею в виду, что необходимо быть готовым к тому, как будет вести себя цена. Она может себе вяленько сидеть, тестировать, тянуться в поле облака, может выстрелить. В общем, будем смотреть. Но евро на длинном таймфрейме становится очень интересным. На четырехчасовом таймфрейме каким-то следующим характером мы видим прорыв уровня, и цена достаточно агрессивно летит дальше. Ни одного коррекционного движения я не вижу. В то же время у нас здесь есть все внешние признаки дальнейшего роста. Двухсотая, ну, цена над пятой, пятая над двухсотой. То есть, с моей точки зрения, у нас все составляющие направлены вверх. Но торгового сигнала на текущий момент я не наблюдаю. Вы знаете мой торговый подход. Это некое коррекционное движение, в котором будет минимум и максимум ниже предыдущих соответствующих значений. И в таком случае у меня будет открываться вперед 50 пунктов. Даже немножко больше, скорее всего, с перспективой там 130-150 пунктов. То есть, есть о чем говорить. И евро на четырехсотом таймфрейме для меня становится вполне интересным объектом для принятия торговых решений. Для торговых решений в длинную сторону, повторюсь. То есть, евро достаточно интересно становится как актив для торговой в длинную сторону. Британский фунт в данном конкретном случае демонстрирует картинку 1-2-1. А при этом, посмотрите, облако продолжает нас радовать своим направлением. Цена находится над облаком. Чинков у нас ценой. Двухсотая демонстрирует о том, что все-таки тренд и дальше направлен в выбранную нами сторону. Да, возможно, вот здесь у меня трендовый канал. Может быть, его необходимо что-то скорректировать. Не знаю, будем посмотреть, как говорится. Ну, пусть себе вот так вот он сидит. Вот так нет смысла. Пусть вот так сидит, будем смотреть. В любом случае верхняя линия восходящего канала – это индикативное. Итак, на текущий момент мы тестируем локальный максимум рынка. Ему 34, порядка 30-34 суточных свечей этого максимума. Соответственно, картинка 1-1, облако, парад линий. Вот здесь вот у нас единственное, что не возникло такого сигнала в момент. Вот эта свеча не сгенерировала, с моей точки зрения, торговый сигнал. Но, соответственно, тоже необходимо дождаться некого коррекционного движения. И можно будет рассматривать длинный успех. Поскольку внешняя или условная псевдокорреляция, математические методы этого не подтверждают, но визуально мы ее наблюдаем, между фунтом и евро сейчас достаточно сильные, светообразно будет просто сравнить все показатели индикатора и шумоку, если субъективные показатели. И если они соответствуют друг другу, дальше входить просто в сделку, которая будет более интересна в соотношении этой крови к стоп-лоссу, хочу напомнить, что мой торговый подход именно в торговый, это то, что более интересен тот сигнал, в котором соотношение, вернее, даже не так, значение стоп-лосса меньше, чем можно, чем меньше, тем лучше. Это первое значение, что для нас важно, и второе, это, соответственно, соотношение между стоп-лоссовым тейт-профитом, формальным тейт-профитом, расчетным тейт-профитом, должно быть тоже как можно больше. Но в основном, основной момент принятия решения, это чем короче стоп. Из этих параметров можно будет выбрать потом сделку, британский пункт тоже наблюдаем. На 4-шестовом таймфрейме британский пункт абсолютно идентичен тому, что нам нарисует евро. Никакой принципиальной картинки в разнице нет, мы имеем все растущее, это не может не радовать, поэтому надо дождаться коррекции, удара о пятую, скользящую о линию тренда, или что это у нас будет за линия, и, соответственно, длинную сторону пробовать торговать. Как-то так. То есть на сегодняшний день фунты евро меня радуют тем, что подталкивают к принятию длинных решений и формируются везде именно длинные сигналы. Продолжаем наблюдать, но на текущий момент конкретно сказать о том, что в полность, например, будет сигнал евро-доллар или фунт-доллар, у меня таких оснований нет. Канадский доллар, я уже его сегодня вспоминал, да, интенсивный рост, который продолжался, ну, без малого, там, порядка 30 где-то суток, 30 свечей закончился. В прошлый раз, это был в пятницу, мы с вами встречались, мы говорили о том, что на вершине, возможно, вот здесь вот сформируется второе плечо, может, здесь вот сформируется. Я возмущался тем, что цена находится между Тенкан и Тиджун. При этом облако продолжает расширяться. То есть, другими словами, цена и там облако, если можно так сказать, уверенно повыше, как естественно, считает, что цена движется вверх. Опять же, цена выше, повторюсь, облако выше 200 и Ченкову выше цены. Это первичные признаки того, что стоит с формальной точки зрения тренд на правый взгляд. Что же вот это за счастье у нас с вами да может быть? Друзья мои, это может быть голова-плечи, которая в таком случае нам даст высоту, прорыв и так дальше. А это может быть некий треугольник, если здесь у нас что-то сформируется, надо наблюдать. А также это может быть расширяющаяся формация. Да вот, то есть у нас есть три сценария меры дальнейшего развития, при том, что семитричный треугольник, что формация, что голова-плечи, нам дают с вами одну и ту же цель. Когда мы его сможем торговать? Сами дикторище Муху не подразумевает возможность торговли по уровням, по линиям, по графическому анализу. Поэтому мне сложно об этом сказать. Но если кто-то, будем наблюдать, будет сигнал. Например, возникнет мертвый крест, на вершине рынка, когда мы сможем торговать на его прорыве до ближайших уровней поддержки со стороны обла. Но это будет потом. А те, кто торгуют фигуры, графический, графический анализ, обратите внимание, у нас есть три сценария развития. Два из них совпадают. Это расширяющаяся формация и голова-плечи. И одна из них, несколько другая, это семитричный треугольник на вершине. Зачастую это бывает фигура продолжаемая. То есть нам необходимо это наблюдать. Канадец становится перспективным для принятия торговых решений как на основании ШМОКУ, так и на основании графа анализа. На текущий момент ничего конкретного по нем нет. Формально тренд сохраняется вверх. Так, ну три дня, четыре часа консолидации в виде симметричного треугольника. Прорываем пятую скользящую, находясь на двухсотой. Можно считать, что у нас был некий тренд вниз. Обратите внимание, здесь у нас три метода, которые завершились. Они тоже завершились. В 16.00 завершаться, это через 30 минут. Завершится как система формирования. Соответственно, мы с вами сможем здесь рассматривать возможность длинной торговли выше вот этой вот бедра треугольника. то есть фактически выше уровня 1.29, да, вот вверх. Вот здесь вот можно будет поискать длинные торговые сигналы. Какие могут быть советы, да, это рассматривать крайние границы, это вот уровень формирования, непрофессиональное формирование причал. Обратите вот именно на это внимание. Достаточно. Все может быть. Но, в принципе, торговый диапазон 87-80-90 пунктов вполне может быть интересно для трейдеров, торгующих внутри дня по канадскому турнику. Так, следующий инструмент – это австралиец. Австралиец меня, как, скажем так, помнит, кто помнит, меня радовал. Я размышлял о том, установить ли ордер на короткий ордер, но решил, что очень большой стоп будет. И я не установил открывающий ордер по данному активу. Готовились сегодня в нашей встрече, я проанализировал, а даже если бы я установил его торгового сигналы, ордер бы не сработал. И, соответственно, я сегодня, ну, вернее, не сегодня, а, ну, как сказать, ну, фактически, да, потому что цена закрыта. Сегодня утро должен был бы его снять, а на текущий момент формируется повторный торговый сигнал с более впускными параметрами. Это уже у нас порядка 60 пунктов будет защитный ордер. И ориентируюсь в короткую сторону. То есть посмотрим, что у меня будет с рисками к концу дня, но становится перспективным дальнейшее ожидание. Движение цены вниз, с точки зрения открытия. Ишимоку, посмотрите, вот сегодня, кстати, и формируется парадривий. Хочу обратить внимание, что уже резкого сокращения, скорее всего, у нас не будет. Где-то у нас 26 свечей, вот оно, да, то есть фактически дальше у нас уже будет вступать диапазон, верхнюю часть, вот этот диапазон максимум этих свечей, поэтому мы соблюдим, поэтому будет соблюдаться правило парада линий на завтра. Соответственно, буду рассматривать возможность установки короткого сигнала, короткой позиции на евро, извините, австралиец, австралиец против доллара на дневном таймфрейме. В четырехчасовом таймфрейме я наблюдаю некую консолидацию, которую при желании можно оформить в треугольник. Впрочем, данного еще экстремума здесь нет, но через 30 минут он сформируется. Соответственно, более-менее данное диапазоническое решение верно. Цена находится ниже 200, выше 5, торговать мы ее не будем, но при прорыве 5, при прорыве нижнего бедра, поддержке треугольника и прорыве минимума можно пытаться работать вниз. Вполне вписывается в предыдущую мою логику, поэтому при достижении цены уровня ниже, 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 ниже 0,7670 целесообразно пытаться торговать на 3 дня в короткую сторону. Можно попытаться раньше, если будет прорыв поддержки треугольника и его ретест. Но это достаточно рисково, поскольку никто не застрахован от тратного основания для вот этого вот рынка. Наблюдаем австралии с отрицательными прогнозами по его развитию. Если можно так сказать. Ну, по корову, не то, что отрицательные, вниз. А здесь надо сделать 4 часа. Посмотрим через недельку, что здесь будет, поскольку мы уже с вами не будем сейчас так часто, как встречались раньше, пока раз в неделю. Так, все это мы спрятали. Следующий новозеландец сидит в облаке. Принципиальных рассказов каких-либо я делать не буду. Актив продолжает в облаке расти. Облако резко сократило свою ширину, что говорит о том, что цена зажита в узкий диапазон, относительно узкий, да, но диапазон, который то ли продолжает сокращаться, то ли будет такой же. Ну, вот этот диапазон, мы его четко видим. Это диапазон за порядка 200 пунктов. Поэтому торговых, пока цена внутри облака торговых рекомендаций от меня не поступит, просто его наблюдаем. Что мы видим? Облако показывает снижающее понижение, начало понижения, но хочу повториться, у нас с вами здесь сужение, сужение, резкое сужение размера облака, поэтому это скорее слабо. Так, дальше. Цена находится выше 200-й, цена находится ниже среднесрочной и быстрой тренда Киджун Тенкан, и Чинкову находится ниже цены. Ну, вот как-то 50 на 50, но, другими словами, нет у меня каких-либо рекомендаций по данному активу. Ну, три дня. Ну, три дня ситуация несколько интереснее. При прошлой нашей встрече мы говорили о том, что здесь вполне может быть формируется голова-треть, разворачивающая вот это вот движение, что, скорее всего, может быть похоже на то, что и произошло. Вот так выглядит эта картинка. Соответственно, прорыв и формирует нам здесь то ли линию тренда, то ли клин, что будем наблюдать, смотреть. В то же время на текущий момент у меня нет торгового сигнала, мне необходимо, как вы знаете, или что-то височной конкурации, или экстремум, потенциал экстремума первого-торого типа. Жду, буду ждать удар, ну, движение цены вниз, дальнейшее коллекционное движение, чтобы пытаться нащупать длинный сигнал. Но с учетом того, что с моей точки зрения, с моей точки зрения, как бы так сказать, австралий из Новозеландии сходит более-менее в одинаковом направлении, так же, как фунт и евро, то я не уверен, что я буду торговать, его буду наблюдать, буду просчитывать. Есть перспективы для роста, но если все же это клин и так дальше, в общем, есть сомнения, буду пока его только наблюдать, я не уверен, что целесообразно его торговать. Следующий актив, о котором я хотел бы с вами поговорить, это иена. Иена для меня достаточно интересный и перспективный актив. Более того, я нахожусь в нем уже несколько дней в короткую сторону. Иена. Не знаю, чем закончится текущее состояние. Как вы помните, когда мы с вами общались в последний раз, перед выходными, я сказал, что я по закрытию по закрытию свечи я перенесу ее без убыток, вернее, извините, под текущий максимум и на текущий момент у меня стоп, стоп трейд стоит на один пункт выше максимума последней падающей свечи. Если мне не изменяет память, это где-то порядка 50 пунктов движения от момента открытия, от момента открытия и, соответственно, дадим шанс ей не одуматься и продолжить свое дальнейшнее снижение. В эту сторону для меня играет, опять же, иплекс доллара, который продолжает снижаться и, соответственно, валютная пара с моей точки зрения тоже будет в дальнейшем снижаться. К сожалению, я не нашел на сегодняшний день каких-либо существенных новостей из Японии, чтобы ожидать сильного укрепления, вернее, укрепления укрепления иены или ее, вернее, даже в данном случае не сколько укрепления, сколько падений, я хотел сказать изменений, да, каких-либо существенных изменений по Японии, по экономике Японии, что вызвало столь существенный рост. С другой стороны, данный рост находится в рамках средней волатильности иены, поэтому ничего существенного пока на рынке не происходит, просто остается еще дальше ждать. Если гряду на 4 часа, то фактически мы сейчас наблюдаем некое коррекционное движение после существенного снижения на 4-х, на внутренний момент таймфрейм. Что из себя представляете, где-то порядка, фибоначчи, которые немножко ругали, да, обижали, а вот у нас уровень 30, сколько там, в общем, первый коррекционный уровень, 38,2, да, и, сколько там, 32,8, всю жизнь путает, 32,8, и я так ожидаю, что цена, скорее всего, этот уровень достигнет, что приведет к тому, что я буду, скорее всего, вне сделки и буду дальше наблюдать за поведением гены. Вот, как-то так. С точки зрения рекомендуемых торгов, цена вышла выше пятой скользящей, подходит к некому уровню, сейчас я его сформирую, извините, я его, что-то, вот этот вот уровень, вот она к нему должна подходить, плюс-минус, да, вот, поэтому, если смысл торговать в длинную сторону, я не уверен, поскольку цена находится против, ну, движется вверх, это коррекция против глобального направления движения. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать, вот, предыдущий похожий момент, посмотрите, вот, как ввел себя индикатор ишемоку, ой, индикатор стахастика, осциллятор стахастика, достаточно похоже на то, что мы сейчас наблюдаем, будет ли повторное заныливание, или, все же, цена пойдет дальше, и будем смотреть. Короче, я не готов рекомендовать сейчас длинную сторону внутри дня гены. Так, следующий шаг, следующий актив, о котором будем говорить, это австралийский, новозеландец, актив продолжает снижаться, открылся сегодня с неким внутренним депом вверх и продолжает движение вниз. С моей точки зрения, значит, облако расширяется, нисходящее облако расширяется, мы ниже 200, ниже фиджун, тэнкан, чинкову ниже цены, то есть, и цена ниже облака. То есть, абсолютно все признаки, которые только есть, говорят о том, что цена, тренд движется вниз. Соответственно, на сегодняшний день у меня торгового сигнала нет по данному активу, как обычно, буду ждать этой коррекции для того, чтобы рассмотреть возможность открытия короткой позиции по данному активу. Внутри дня. Внутри дня. Картинка один в один. Ничего существа нет. Вот наш ГЭП в момент открытия позиции, который затянулся. Ну и помним, да, тот признак, что если ГЭП закрывается, то цена в ближайшее время будет двигаться скорее всего в сторону его сформироваться. То есть, внизу. Дальше. само положение линии индикаторов и цены тоже говорит о том, что будет двигаться вниз. Наблюдаем достаточно существенное беспрерывное движение вниз. Это порядка 80-90 пунктов, что существенно превышает внутридневную волатильность каждой отдельно взятой свечи. Существенно, наверное, немножко все-таки загнул. Вот ближайшая свеча 48, да, в два раза превышает. Поэтому вполне может быть, можно попытаться дождаться коррекции сегодня-завтра и поиграться активом вниз. Будем наблюдать, будем думать. Дальше. Мексиканский актив, мексиканская песо. Актив сегодня сформировал короткий сигнал размером 2700 пунктов. Но, как вы помните, у меня с ним не сложилось большой любви. Когда были хорошие сигналы по открытию позиций, там были какие-то разборки с видними уровнями и так дальше, я в него не входил. Один раз я в него вошел неудачно. Там тоже без убытки, по-моему, я вышел с двумя пунктами или с тремя. То есть, нету еще ощущения праздника на душе, но формально в пятницу у нас был сформирован короткий сигнал. Это факт, это парад. То есть, у нас здесь был парад линий полностью сформированный и под него был хороший торговый сигнал с максимумом выше киджун. То есть, все было абсолютно идеально. Не знаю, правильно ли я сделал, что я не вошел. Побоялся. Не вошел я в этот актив. Надеюсь, не буду жалеть. Будем наблюдать. Четыре часа, друзья мои, четыре часа. Цена работает возле локального минимума. Сейчас будет вход в область перепроданности. Соответственно, если возникнет вот такой рост, можно будет искать короткую позицию, да, ниже минимума. Также при желании можно поставить открывающий орден минимума рынка. Если будет движение, посмотрите, внутри бывает достаточно сильное движение, то мы откроемся и пойдем вниз, если пойдем. а в целом каждый последующий максимум ниже предыдущего, каждый последующий минимум, за исключением последнего, ниже предыдущего, имеют сформированное направление вниз. Так что, если вы готовы торговать песо, мексиканский, пожалуйста, пожалуйста, смотрите на него с точки зрения торговли вниз. так, следующий актив это нефть. Нефть, у меня вообще к нефти достаточно пессимистическое отношение, в принципе, я не знаю, то ли я верю в альтернативную энергетику, да, в Германии принято решение об его, например, интенсивном развитии, увеличении выработки электроэнергии, если я не ошибаюсь, последний материал, что я читал, это до 30%. Есть несколько европейских стран, в которых продолжает развиваться такие экзотические виды альтернативной энергетики, как выработка энергетики при переработке вторсырья, отходов. Французы, вроде бы, как продолжают как минимум поддерживать рабочем состоянии атомную энергетику, то есть вот как-то не очень у меня глобально видится перспективы по нефти, а с другой стороны отличное кем-сырье и на него тоже есть некий спрос, но это неважно, графический анализ говорит о том, что у нас возможно формируется расширяющаяся информация, анализируется отчетов на извините, так, дневной таймфрейм, потом перейдем к 4 часам, бывает такие сбой, при анализе не переключи за свое время, на дальше язык помело, так, вижу, то и поеду, да, есть возможность анализировать 4 часа, давай за день анализируй и 4 часа, и так, дневной таймфрейм, пианино, из трех свечей подряд, дальше рейша, на рынке баланс, равновесие, цена тестировала, максимум выше не пошла, если по какой-либо причине цена не может идти в выбранном направлении, скорее всего она пойдет в обратном, есть такое, есть такое правило, посмотрите на поведение опыта, оно буквально переворачивается, постоянно переворачивается, говорит о том, что цена достаточно сильно зажата в узком диапазоне и был прорыв этого диапазона, это то, что мы видим. Торговать и занять актив в длинную сторону нет, торгового сигнала нет, есть только торговое направление, которое на текущий момент говорит о том, что цена скорее направлена вверх, это надо признать, да, посмотрите, облако вверх, цена над облаком, чайкову над ценой, ну и все это счастье над двухсотой, но торгового сигнала на текущий момент нет, надо дождаться вот что-то такого, и на прорыве его будем торговать в длинную сторону, при этом, если здесь будет что-то более существенное, следующее, я не знаю, поглощение, не знаю, будем смотреть вниз, если здесь будет хорошие сигналы, можно будет поработать как минимум до границы, а то и что-то поискать выше, но я повторюсь, на текущий момент мне почему-то кажется, что цена достигла определенного максимума, скорее всего мы будем корректироваться до облака, это мое, ну, повторюсь, может быть субъективное мнение насчет нефти, и так, вернемся сюда, здесь у нас головоплечи, когда-либо или головоплечи, вот сценарий, который я нарисовал, или расширяющая информация, это и в том и том случае будет что-то вот такое вот разворотное, вот эта предыдущая линия, вот она, ну, высота, это мое было ожидание на вот этом уровне, неудавшегося размаха, данные ожидания не оправдались, но я эту линию оставлю по одной простой причине, как напоминалка меньшего плеча, да, вот это вот уровня, то есть частично есть закрытие перед окончанием вот этого размаха, если цена пойдет вниз, то есть чему я веду, то ли по какому-то из активов мы сегодня уже по другому ситуацию смотрели, то ли это голова плечи, то ли это размах, то ли это будет треугольник, будем наблюдать нефть на четырех часах, достаточно интересно с точки зрения получения такого сигнала, субъективно я ориентируюсь на торговлю вниз, с другой стороны для меня есть правило, жесткое правило, куда прорвало, туда и пошло, то есть другими словами, если будет прорвано что-либо из поддержек, буду торговать вниз, будет прорвано что-либо из сопротивления, буду торговать вверх, что такое прорвь в сопротивлении, это текущий максимум уровень, все там у меня 66-40, 66-50, ну или здесь будет сформировано что-то локальное с понижением второе плечо или симметричный треугольник, нефть наблюдаем, рекомендации какую-либо сторону давать не готов, так следующий актив золотом вот она переместилась так, золотом друзья мои, золото очень резко прыгнуло вверх, лично я не то, что прогнозировал, я ожидал, что скорее всего мы получим удар о Сенкову спан а и цена начнет двигаться вниз, этого не произошло, мы пробили предыдущий вот этот локальный максимум еще один локальный максимум здесь у нас нарисовалось три метода к чему я это вполне может быть что цена продолжит свой рост и если это произойдет то мы все равно золото я не буду рекомендовать торговать золото поскольку у нас с вами на текущий момент ченкову в цене вот оно здесь в цене цена над облаком это хороший плюс но и кичун и кинкан в облаке дальше наблюдаю пересечение которое сейчас формируется но оно вносит скорее технический характер вот как-то так поэтому золото наблюдаем и для меня золото выступает скорее все же неким индикатором относительно серебра на 4 часах у нас есть посмотрите консолидация консолидация которая говорит о том что цена будет продолжать свой рост посмотрите у нас с вами с прошлого прогноза еще осталась гребка флага и сейчас похоже формируется еще один флаг вот в таких вот рамках соответственно прорыв максимума данного открывает нам нам с вами следующую цель которая предыдущей вот она соответственно актуальность предыдущей цели ну чуточку меньше чем 0 что это значит это значит что если вы открывались на работе по этому флажку который мы с вами обсуждали то целесообразно или закрыть или закрыть открытую позицию с точки зрения отработки данной цели или существенно поджать защиту до минимума вот этой вот растущей свечи до минимума флага и считать что мы сделаем хочу обратить внимание что максимальный уровень ограничен вернее рост цены как целевой уровень это не максимум флага а есть некий уровень сейчас неважно почему он нарисован и целесообразно ограничиться тейк профитом если вы используете тейки до роста вот этого уровня с точки зрения торговой на текущий момент кто торгует данный актив кто торгует золото он или находился будет в длинной позиции вот у нас с вами поглощение или захват за поиск и так же это потенциал экстремного первого типа то есть открывающая позиция должна была быть а нет не должна была быть извините друзья мои соответственно открывающая позиция будет или выше максимума или мы ждем некого движения тестирования линии поддержки уровня вот это вот или сходящей среды золото мы преднят перспективно для открытия длинной позиции ищите торговый сигнал если он у вас если данный актив у вас торгуется так дальше серебро вот этот тот момент который достаточно интересен посмотрите вроде бы как и серебро ведет себя аналогичным образом мы имеем рост но явно даже визуально видно что рост разный да и поведение цены относительно облака ну вернее облака как линия баланса рассчитывает поведение совсем по-другому и на текущий момент что мы видим лично я сейчас вижу это тестирование облака более того тестирование линии сенков спан б это сильное сопротивление которое усилено тем что мы находимся не просто возле линии это линия выдержанная это линия это уровень сопротивления да дальше мы видим здесь того же самого рикшу да еще рикшу совсем классического да ну нельзя сказать что так цена останется впереди еще 9 часов фактически да 8 часов ценового движения но на текущий момент у нас есть формальный парад линий а почему формальный потому что все в нужном порядке за исключением цены соответственно движение цены вниз по серебру дает нам хороший повод открыть позицию это будет уровня ниже линии тенка с другой стороны посмотрите целых 19 даже 20 пунктов во втором знаке после запятой да что существенно превышает большинство свечей последнего периода да если побольше здесь волатильность была но в целом это движение 1-2 дней поэтому будем говорить о торговле по данному активу наверное уже уже на следующей неделе так внутри дня внутри дня у нас с вами формируется то ли кратная вершина то ли прямоугольник то ли восходящий треугольник вот так вот где-то да и посмотрите 200 и 5 фактически вместе поэтому если цена уйдет ниже ниже а у нас в настройках ситуации когда ну вот это 5 она просто занырнет обратно то есть будет виться вокруг 200 это флэтовый кусочек но при желании можно попробовать поторговать этот уровень в год с другой стороны я конечно же ни в коем случае не буду рекомендовать торговать во флэте поэтому серебро скорее наблюдаем посмотрим что будет завтра послезавтра так S&P 500 тоже нас поколбасил если можно так выразиться посмотрите на облако посмотрите на ситуацию достаточно интересную жестко падаем уже 10 дней это две торговые недели а еще облако рисует нам с вами колебания с долгосрочной письмики соответственно я не могу сказать что надо покупать или надо продавать накинул сегодня сетку дрибаначи чтобы глянуть куда мы будем двигаться в очередной раз я увидел что большинство уровней между собой совпадает вот посмотрите коррекционный уровень 38,2 дальше цена будет под облаком но на 200 то есть мы говорим о коррекции поэтому на сегодняшний день я не вижу смысла рекомендовать торговый пояс на четырех часах у нас здесь посмотрите какая была красивая большая свеча завершающая неделя в четырех часах и сейчас у нас идет некий рост что он себя представляет если быть совсем кратким сейчас я удалю посмотрите если быть совсем кратким то в рамках вот этого движения а цена явно в последнее время движется вниз каждый последующий максимум ниже предыдущего и минимум ниже предыдущего даже несмотря на вот это вот ускорение вот оно может быть такие оно может быть вот таким вот таким вряд ли да то есть это ускорение лучше вообще линии ускорения нарисовать чем канал вот может быть вот таким да в любом случае если мы с вами получим сегодня с третьей американской сессии вот такую свечу то это будет три метода это будет картинка аналогичной вот этой и цена устремится вниз а это значит что если вы торгуете S&P в три дня то поскольку цена будет ниже двухсотой ниже пятой пятая тоже ниже двухсотой то есть смысл попробовать поработать вниз как посмотрите это у нас 4 часа максимум и минимум выше двух соседей а с удивительно коротким стопом можно рискнуть и войти в сделку максимум можно подойти и торговать более консервативно не на потенциале экстремума а на экстремуме тогда ниже вот этой вот растущей свечи открывания ордеров ну и можно зайти вообще консервативно считая что это будет подобная волатильность и тогда открываемся ниже минимум данного рынка я не знаю какая стратегия будет правильной у меня нет практики торгового инструмента но с точки зрения но с точки зрения логики торгов вот у нас есть возможность попытаться открыться на минимум ну с маленьким стопом и даже вот здесь вот можно побаловаться там такими-то промежуточными целями не знаю разумно ли это будет совет решать вам можно войти ниже вот этого минимума то есть попытаться войти на тогда у нас первая соотношение тейк-профита там 2 600 на 2 600 один к одному да побросаем монетку угадаем или нет но зато с хорошей перспективой дальнейшего снижения еще одно соотношение тейк-профит стоп-тус поэтому если вы торгуете S&P 500 пожалуйста обратите внимание на внутридневную возможность хорошо подраговать вниз следующий актив это японская елена ой извините никей 225 как вы помните я в пятницу жаловался на свою горькую судьбу и свою персональную жабу которая не дала мне по привычке войти в никей я вошел в иену поведение активов достаточно близки между собой на текущий момент если бы если бы была открыта позиция я бы был сейчас вот где-то в зоне вот этой свечи в самом начале потому что не знаю смог бы это правильно разместить защитный ордер но в любом случае на текущий момент по данному активу все настроено на дальнейшее снижение все облако расширяется и синие парад линий 200 да и чинков поэтому я буду наблюдать за генной и никей жду следующую завтра свечу вот такого характера и там буду искать повод открываться вниз все-таки мы будем находиться в фазе трех линий движемся дальше 4 часа трех линий или парад линий да 4 часа сейчас я наблюдаю тестирование некого уровня и даже здесь есть некое поглощение или может быть захват за пояс с другой стороны мы находимся выше 5 ниже 200 это классический пример ситуации когда мы имеем коррекцию и рекомендовать торговать вверх я не буду поэтому ждем выхода цены ниже на текущий момент экстремума здесь нет и потенциала тоже но будем наблюдать посмотрим где закроется данная свеча в принципе достаточно интересный момент для входа в рынок может быть стоп порядка 160-200 пунктов что совсем мало для данного актива с перспективой приближения на 375 2 к 1 вы знаете вполне перспективно но с другой стороны в общем нет не будем я не буду рекомендовать данный актив торгам будем его наблюдать может быть что-то завтра будет интереснее более но уж тут агрессивное было падение и следующая свеча цена даже по закрытию здесь в разумных пределах относительно 5 скользящий следующая свеча будет в рамках все-таки растущей формально растущего тренда не буду это будем наблюдать но рекомендовать я не буду и теперь несколько слов про криптом да я наблюдал очень много пытался проверить шаг за шагом что куда и как и пришел к выводу что на самом деле при внутридневной торговле по данному активу нет никакой принципиальной разницы работают прямые то есть отличие котировок или скажем так дек выходного дня то есть отсутствие котировок в терминале за выходные сейчас объясню почему моя торговля сама по себе для с вашего позволения перейду на часовой таймфрейм моя торговля сама по себе подразумевает работу ниже часов ну открытие позиций по экстремумам или свечным конфигурациям относительно быстро скользящей средней смещенной вперед если мы говорим о часовом таймфрейме по криптовалютам хочу сказать что это это громко сказала моя методика по одной простой причине я не торгую данные у меня была одна сделка потом я столкнулся с вот этим большим гэпом суббота вас веселье это 48 часов на часовом таймфрейме это 48 свечей друзья на них вдруг ну к какому я пришел искажение отсутствия котировок за 48 свечей или часов на часовом таймфрейме не является критически вообще почему я использую пятую скользящую для определения баланса куда торговать вверх или вниз ну или для определения формального направления тренера и соответственно поскольку мы начинаем котировки появляются в полночь то по времени терминала а я выхожу в рынок где-то в районе 9-10 часов утра то к моменту начала торгов у меня уже сформирован краешек скользящий средний согласно которого я уже то есть последние 5 свечей или как крайние 5 свечей уже есть на самом деле не менее чем 8 а это уже несколько точек для определения линий вот как здесь уже они есть и соответственно соотношение текущей цены закрытия к линии уже существует поэтому скорее всего торговать формальный признак можно именно это я сегодня и попытался сделать пока я считаю что это везет новичку но будет видно по данному активу я вошел установил актера на вот этой свечи это свеча с минимумом 83.99 и на текущий момент у меня ордер стоит выше выбрасывающий меня с рынка стоит чуточку выше чем 81.90 да там 81.91 при этом что я вижу цену исходя из графического анализа вот здесь 83.00 сегодня и решил что торговать дальше чем 80.80 нет смысла от это уровень который вот здесь видите соответственно жду пока меня выбросит коррекционным движением или если будет цена сейчас свеча вот эта будет красного цвета я перенесу защитный ордер под нее фактически можно сказать что что моя эпопея сегодня минимально возможным лотом закончилась что вроде бы как вписывается в мою логику но мне надо будет еще ну хотя бы трое пять выходных обязательно послушаю Михаила в ближайшую пятницу в его крипто пятницу что он скажет по поводу несоответствия если он скажет конечно по соответствию между котировками на контракты на разность в терминалах и котировки в в терминалах бирж где они есть но в любом случае сегодняшний день меня порадовал и логика что пятая скользящая уже генерирует достаточно надежный сигнал а спустя там 8-10 часов после начала торгов после выходного депа меня пока вроде бы как радует дальше следующий момент это 200 скользящая которая у меня экспоненциальная построена то есть отсутствие 48 свечей в ней последний это фактически искажение 20% искажение по времени но с другой стороны она используется не для принятия торговых решений а для понимания глобального движения цены то есть пока цена ниже 200 и 5 а 5 и 200 я рассматриваю короткие сделки соответственно искажение 20% мне кажется не есть каким-то критичным за эти за этой недели я беру на себя обязательство еще загрузить котировки с терминала как биржевого так и контракта на разницу в форекс-тестер и прогнать их на предмет правильно или неправильно я решил задачку несоответствия котировок вернее гэпа выходного дня дальше переходим к анализу лайтов стоп 4 часа как обычно все криптоактивы включая эфир забегая наперед ввели сегодня сообразно индикатор битка битку да вот это вот сильное 4-со падающая свеча отобразилась тоже как само и на лайте или на манера и на даши и на эфире более того эфир был самый чувствительный к данному снижению посмотрите какое сильное ценовое падение мы наблюдали на 4 часа достаточно мощное ценовое движение на 4 часа в целом все активы соответствуют поведению поведению как по индикатору и шимоку так и на основе решения торгов по цене экстремума и скользящей среды значит 4 часа на текущий момент торговать уже нечего часовой мы разобрали подробно лайты 4 часа торговать на всех активах на 4 часа принимать торговое решение физически поздно оно уже свой смысл потеряло остается только один час и так лайт один час торговый сигнал отсутствует цена проработала свой предыдущий диапазон оттестировала минимум сейчас от него отскочила цена находится в фазе ниже облака чинкову ниже цены ситуацию вот с этой вот веселькой да формально у нас нарушено правило трех линий или парада линий а в то же время с моей точки зрения я бы не брал на себя жесткую ответственность говорить что этого нет мы не будем формалистами другими словами по лайтам на 4 часов таймфрейме я жду какого-либо отскока возможно до ближайшего уровня его ретеста и буду пробовать работать вниз возможно завтра с другой стороны с другой стороны в общем я знаю насколько они коррелированы между собой поэтому не по всем торговым сигналам одновременно а по какому-то из них наиболее выгодны манера так картинка здесь достаточно интересная посмотрите как только у нас сначала 4 часа 4 часа а я это уже обсудил тут ничего особенного нет все падает торговый сигнал был очень давно идет некое коррекционное движение которое ниже что это за уровень да ниже своего уровня минимального то есть фактически идет ретест а это значит что возможно будет дальнейшее снижение что мы видим на часовом таймфрейме посмотрите если у нас текущая свеча нарисует тень хотя бы на один пункт выше чем 114.85 я получаю короткий сигнал минимум здесь максимум выше и соответственно буду смотреть если же ничего не получится я не буду торговать я буду ждать именно формального здесь признака экстремума первого второго типа для того чтобы торгнуть вниз даш картинка один в один мы продолжаем снижаться такого сигнала нет облако сужается прийти внимание и при этом однозначно чинков тэркан ой господи киджун вошел в облако то есть парада линии нет короткого сигнала нет наблюдаю на часовом таймфрейме похоже цена начала двигаться вниз может быть даже прямо сейчас да скорее всего началось движение вниз соответственно торгового сигнала нет ну и эфир пара длиний есть все очень красиво он очень техничный никак не могу понять почему он так завязан связан с битком торгового сигнала на текущий момент нет часовой таймфрейм картинка один в один максимум не обновился торгового сигнала нет наблюдаю наиболее перспективность с точки зрения принятия торгового решения на часовом таймфрейме это у меня сейчас есть лайт биток лайт и кто-то еще вылетел из головы да вот манера манера вот да у меня все если есть вопросы я готов ответить есть кто в эфире мы здесь все мы здесь конечно спасибо большое Сергей давайте остановим демонстрацию рабочего стола пожалуйста коллеги ваши вопросы Сергей как у вас идет марта уже 26 марта довольны мартом по доходности уже да уже в пятницу я еще не имел тех перспектив которые то есть я опять же не соответствовал своим показателям на сегодняшний день с учетом того что мне ну я считаю что все-таки пока повезло как новичку с битком там правда все символически но все же есть копейка и плюс мои правильные ну не так правильно рассчитанные иена дает то что я хотел бы иметь почти почти на верстах то что потерял в марте но хочу сразу сказать что еще я не до заработала то что должен до заработать поскольку январь-февраль были как бы так повежливее сказать провальные наверное не только у меня то есть квартальные результаты у меня ниже желаемых рассчитанных а март вывел меня на показатели месячной праздники я понял вас то есть конец марта планирует исправиться это хорошо а конец марта мне дал то что должен быть дать март вернее даст я так надеюсь если я не допущу какой-то кардинальной ошибки там не начну наматывать на локоть бороду бога и понимать что я уже суток я так ожидаю 8% марта я понял вас спасибо Дим Юрьевич пишет вам вопрос вы участвовали в голосовании можете ли прокомментировать свой выбор если мы говорим о евро да голосование по евро сейчас Дим Юрьевич про какое голосование вы да по евро да я сказал надо покупать вернее скажем так я сказал что актив будет расти на протяжении следующего месяца и основанием для меня является недельный анализ евро доллара на индикатор и шуму с использованием индикатора и шуму я проголосовал за рост ясненько поняли вас хорошо спасибо большое пожалуйста коллеги ваши вопросы ну я вот кстати на евро как раз сейчас открыл смотрю ну пока боковик такой достаточно долгий конечно ну если есть одна секунда давайте мы это сделаем да давайте буквально это немного времени чем хороший дикатарий шуму у него достаточно многолетний чтобы одним взглядом просто определить что он нам пытается сказать да я как бы не хочу Сергей я как бы не хочу но если у меня есть некоторые сомнения я их выражаю а для того мы здесь и собрались да если бы мы сидели букой и не слушали друг друга то для этого нам как раз ваш Иисус и не нужен мы бы на него не ходили и не смотрели а здесь мы просто собрались чтобы пообщаться увидеть какие-то результаты друзья мои есть только один минус да много здесь линий давайте сейчас как бы его зачем не надо удалять вы наоборот Сергей вы нам наоборот объясните что ваши линии означают и мы их тоже будем посмотрите на сегодняшний день у нас это недельный таймфрейм индикаторы шуму облако красное растет расширяется то есть с точки зрения индикатора шуму глобальный тренд направлен вверх дальше облако над ним киджун над киджун тэнкан над тэнкан цена цена сейчас выше линии тэнкан это называется состояние парадлиний или любители если среди нас есть те кто учился в очень известной школе международной школе биржевой торговли те называют сигнал три линии это растущий сигнал а дальше чинкоу над ценой чинкоу это вот эта салатовая линия это растущий признак и ничего нет переплетающегося то есть то которое вы говорили о том что скорее всего начнется какое-то коррекционное движение это с точки зрения индикатора ишемок все направлено вверх более того стахастика сейчас отрабатывает вот это вот плоское коррекционное движение недельное она его уже отработала и показывает о начале пересечения быстрой линии медленной линии с дальнейшим заходом в область перекупленности это сильнейший длинный сигнал с моей точки зрения если мы вернемся к классическому или доу-анализу у нас каждый последующий минимум за одним единственным исключением не даже не так каждый последующий минимум начиная с это какой у нас год ну в общем отсюда вот с основания рынка каждый последующий минимум ребята выше предыдущего без исключения прям четко направлен вверх по консолидациям по коррекциям вот у нас была третья волна если есть волновеки простите меня я считаю что вы только с помощью разметки можно рисовать прошлое но в любом случае вот это вот коррекция там вот здесь был треугольник и что здесь было который стреляет вверх и соответственно высота ну она уже отработана не будем о грустном соответственно вся графика говорит о том что цена движется вверх на решение на решение рынка ромб ромб который видно с часового таймфрейма да там немножко другое но оно сворачивается в ромб на недельном таймфрейме вот наши все своепостроения ромб является фигурой продолжения в большинстве своих случаев и линия ромба прорвана что мы можем увидеть да и вот высота ромба вот она рассчитана вот наша высота рынка это 50% движения цены движение началось то ли со звезды то ли с трех методов то ли с захвата за пояс сложно сейчас сказать я не специалист по недельному таймфрейму но движение началось и соответственно скорее всего оно продолжится ну и последний момент о который бы мне хотелось сказать это цена выше 200 вот как-то так поэтому я и написал и проголосовал за рост я не готов говорить о целях но к концу месяца это у нас будет с вами 4-5 недель если мы говорим о конце апреля да то это вот у нас раз-два-три-четыре-пять свечей раз-два то есть это где-то сюда ну вот я так что-то думаю что не будет ли у нас к концу этого месяца к концу этого месяца ретеста исторического максимума данного актива вот мое краткое видение я понял вас хорошо спасибо спасибо большое Сергей вам за ваш обзор и ответы на вопросы вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня спасибо спасибо Сергею Боричуку и удачи на рынке и удачи на рынке